житие преподобного отца нашего виссариона святитель димитрий ростовский жития святых великий во отцах наших виссарион был рожден и воспитан в египте с юности он возлюбил бога и свет благодати божией воссиял в сердце его он сохранил себя чистым от всякой греховной скверны и не заморал грязью той духовной одежды которую принял при святом крещении святой виссарион предпринял путешествие ко святым местам в иерусалиме здесь видел он преподобного герасима проводившего постническую и пустынную жизнь при реке иордане память преподобного герасима празднуют со святой церковью 4 марта которому служил лев и видел он также и многих других подвижников живших там в разных местах последствии просиявших своими добродетелями беседуя с ними святой виссарион получал много пользы для души своей возвратившись в отечество виссарион приобрел себе духовного отца в лице исидора пелусиотского память его 4 февраля приходя к нему часто он научался в добродетели и поощрялся к строгой жизни наконец раздал нищим и монастырям оставшиеся после родителей все имущество свое виссарион отрекся от мира и принял пострижение в иночество удалившись в одно пустынное место виссарион принял на себя обет безмолвия изнуряя многочисленными трудами и умерщвляя свою плоть постническими подвигами он будучи во плоти уподоблялся бесплотным пост его был беспримерным иногда всю неделю он ничего не вкушал а иногда оставался без пищи и питья в продолжении 40 дней однажды стал на одном открытом месте посреди терния и воздел к небу руки и очи обратил туда же и ум свой он 40 дней и ночей пробыл на молитве стоя неподвижно продолжение этих 40 дней он не двинулся с места ничего не вкусил ничего не сказал никому не вздремнул не упал в издеможение от естественной слабости ни о чем земном не подумал умом но весь подобно бесплотным устремил духовные очи свои к богу за это исподобился святой от бога великой благодати ему сообщен был дар чудотворения так что он был подобен древним святым пророком так он уподобился моисею моисей знаменитый вождь и законодатель народа еврейского и первый священный писатель живший за 15 веков до рождества христова родился в египте и происходил из колена левина моисей чудесно вывел евреев из египта избавив их от тяжкого египетского рабства на горе сина и он получил 10 заповедей и сподобился видеть славу божию все полученные им от бога заповеди и установления равно как и первоначальную историю народа еврейского он изложил первых пяти книгах библии эти книжи и моисеева память святого пророка моисея празднуется церковью 4 сентября и так святой виссарион уподобился моисею подобно тому как моисей некогда указанным ему от бога деревом превратил горькую воду пустыне сладкую дабы напоить жаждущего израиля исход 17 6 так и преподобный виссарион молитвой крестным знамением усладил горечь морской воды дабы напоить изнемогавшего от жажды своего ученика а именно когда святой вместе с учеником ходил по пустынному морскому берегу ученик утрудился от сильного зноя и почувствовал большую жажду сказал святому отец я очень жажду преподобный сотворил молитву и осенил море знамением крестным сказал во имя господа почерпни и пей ученик почерпнул из моря воды маленький сосуд который носил с собою отведав воды ученик нашел и очень вкусной и прохладной как бы истекший из живого источника достаточно напившись и прохладившись ученик взял еще воды в сосуд на дорогу заметив это старец сказал ученику для чего ты наполнил сосуд водой ученик ответил прости меня отче я взял воду на дорогу чтобы снова не томиться жаждаю старец сказал бог присутствующий на этом месте присутствует везде и как здесь так и в другом месте он может дать жаждущему вкусную воду имя того ученика было дуло уподобился преподобный виссарион и иисусу навину как тот когда побеждая амореев удержал движение солнца навин десять двенадцать тринадцать так сделал и этот угодник а именно когда он шел с учеником к одному старцу солнце склонялось к западу путь же оставался еще далекий тогда старец тогда старец обратился к богу молясь так прошу тебя господи повели остановиться солнцу до тех пор пока я не приду к рабу твоему и произошло так не заходило солнце до тех пор пока не пришел преподобный к тому старцу был подобен святой виссарион и пророку божию или и или я знаменитейший пророк израильский происходивший из города фиевы живший действовавший во дни нечестивого царя ахава и и изавели или я исчислав всех пророков отличался особенную ревностью о славе божией история его жизни и деятельности излагается в третьей и четвертой книги царств память его празднуется святой церковью двадцатого июля так во время засухи он свел с неба на землю обильный дождь третья книга царств восемнадцать это самое не однажды и не дважды а много раз совершал и преподобный висарион еще и элисею пророку уподобился святой как тот разделив воду плащом или и перешел реку иордан четвертая книга царств два четырнадцать пятнадцать так и он превратил своей молитвой воду в сухой путь и ходил поверх воды перешел большую реку нил как посуху и везде где только ему на пути встречались реки переходил их как посуху гелисей пророк израильский преемник пророческого дара святого или житие его четырнадцатого июня как-то однажды когда преподобный висарион пребывал в ските приведен был храм бесноватый человек за него совершали молитву в церкви дабы избавился он от духа нечистого но не исходил из него бес ибо он был весьма лютым и говорили между собою клирики что нам делать с этим бесноватым а некоторые говорили никто не может изгнать беса этого кроме отца висариона но если мы станем просить его об этом то он не придет храм поэтому сделаем так на следующий день утром он придет храм первым но мы придем раньше его и на его месте посадим бесноватого потом скажем старцу разбуди спящего клирики так и сделали когда преподобный вошел в храм то заметил человека сидевшего на его месте не желая прогонять его отсюда он стал около него лишь только начали читать церковное правило клирики сказали старцу отче разбуди спящего висарион подойдя к человеку тому толкнул его и сказал встань и иди отсюда и тот час бес прогоняемый словом святого вышел из того человека он встал и начал благодарить бога за то что он избавил его от беснования человек тот с этого времени стал совершенно здоровым таким образом клирики побудили святого сотворить чудо изгнания беса ибо преподобный отец не желал явно творить чудеса дабы не быть прославленным людьми будучи смиренным и считая себя грешным он избегал похвал человеческих случилось что один брат в ските впал в некое прегрешение почему священник повелел ему выйти из храма как недостойному быть в общении с братьями преподобный висарион встав вышел вон вместе с согрешившим сказал и я грешен таково было смирение святого висариона его ученики сообщают о том что он продолжение сорока лет не ложился на постель дабы отдохнуть он позволял себе уснуть лишь на небольшое время причем предавался сну или стоя или сидя преподобный часто увещевал учеников своих бодрствовать и всячески остерегаться вражеских искушений он говорил иноку следует быть как бы оком подобно херувимом и серафимом и если кто живет мирно не имея искушений таковому еще более нужно бодрствовать и смирять себя пред богом дабы как-нибудь возгордившись не упасть в какое-либо большее согрешение ибо по причине гордости многие подвергались брани от дьявола иногда бог ради немощи нашей не посылает нам испытаний дабы мы не погибли совершенно жизнь святого отца была подобна жизни птицы небесной ибо никогда он ничего земного не приобретал не имел своей кельи или какого-либо пристанища он скитался по пустыне переходя с места на место ходил по горам и лесам подобно заблудившемуся путнику нисколько не заботился он о телесных нуждах своих не заботился он ни о пище ни об одежде на теле его было самое бедное одеяние едва прикрывавшее наготу его несмотря на то что днем его опалял солнечный зной а ночью холод он редко когда входил под кровлю он ходил по горам как птица ища уединения возводя свой ум к единому богу и лишь только на нем одном останавливая мысль свою слезы постоянно исходили из очей частые вздохи слышались из глубины сердца его ибо все дни жизни своей он проводил в слезах всегда плача и рыдая достигшие глубокой старости он приставился в вечную жизнь и перешел от плача к вечному радованию со всеми святыми о Христе Иисусе Господе нашим которому воссылается слава во веки аминь кончина преподобного виссариона последовала в конце шестого или начале пятого века 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 в на р и